Хочу поделиться с вами своим опытом выращивания дикой черемши в домашних условиях. Я уже несколько лет выращиваю дикую черемшу, и первый раз вообще у меня получилось случайно ее вырастить. Получается, что когда мы ходили в лес, собрали черемшу, у нас в лесу ее очень много, то когда пришли домой и начали перебирать, я заметил, что несколько кустов попали с корнем, то есть случайно вырвал в лесу с корнем, и я подумал, может быть, рассадить ее у себя на участке, попробовать, будет ли она расти, несмотря на то, что черемша она растет в обычных смешанных листах или хвойных, а у меня вокруг ивы в основном, ну, несколько берез, ну, так, других некоторых деревьев, то есть нету хвойных деревьев, да, такие вот лиственные. Я все-таки решил попробовать. Посадил, так как у меня болотистая местность, то земля сырая, а черемша она любит сырую землю, да, и обычно в лесах ее можно найти где-нибудь вот возле ручьев, возле таких вот заболоченных мест, где сыровато. И я вот посадил у себя в таких местах по всему лесу, по этому посадкам, по всем этим рассадил ее, под деревьями, под ивой. Ну, и в одном месте я посадил на обычном месте, где, да, ну, весь огород, да, выращиваем там лук, возле лука посадил. И интересно, что я заметил. Вот в этом месте, где я посадил возле лука, на солнечном месте, где постоянно солнце, нету такой сильной влаги, я заметил, что только два года она у меня была, и она была сухая. Вот что костер, то это черемша. Никакого вкуса, жевать ее неприятно было. И в конечном итоге она погибла. А в этих местах, где сыра, под деревьями, она себя хорошо чувствует, мягенькая, вкусненькая. И каждый год мы у себя уже, так, чтобы делать пирожки, да, салатик, черемшой, так немножко, да, ну, получается сделать, собрать со своего участка. Вообще, можно ее рассадить двумя способами. С помощью семян, и вот как я, у меня получилось, да, посадить корни. Ну, а теперь хочу показать, как посадить черемшу, да, корню. Выбираю место такое сырое, да, где у нас нету такого сильного солнца. Берем лопату или лопатку и просто прорезаем. Этого будет достаточно. Немного так отодвигаем. И в это место ее засовываем. Луковицу и корень. Зеленую часть оставляем наверху. Солом и прижимаем. Так как земля сырая, туда же поливать не надо. То есть, этого достаточно. И она очень хорошо приживается и быстро будет расти. Все. То есть, на самом деле, очень просто. Семенами, как обычно, выбрали это место. Тоже таким же образом можно сделать. Рассыпали. И все. Прижали. Там можно даже тяпочкой делать полоску. Посыпать. Закрыть. Прижать. Все. Сейчас я вам покажу, как вообще выглядит коробочка с семенами. Пока я иду, хочу сказать, что из моего опыта, вот из того, что я сейчас вам рассказал, советую вам садить именно в сыром месте, под деревьями, где-нибудь. Также у некоторых, может, за домом постоянная там тень или полутень. То выбирайте именно такие места. Вот как сейчас здесь, смотрите. Вот вроде бы солнышко есть, да? Но его мало. Вот она растет. Тут мы брали уже. Это я брал на то, чтобы сделать пирожки с черемшой. Кстати, это я там видео потом сниму, как сделать пирожки с черемшой. Можете посмотреть. Вот как она выглядит. У меня такой сорт, это дикая сибирская черемша. Поэтому у нее вот такое вот красненькое. Некоторые люди писали, что в их местности другая черемша, нету красной. У нас тоже она иногда попадается, но она не такая вкусная, как эта. Вот эта самая вкусная, из которых я пробовал видов. Очень вкусная, прям мягкая-мягкая, и очень острая. Такая вкусненькая черемша. Вот. Это очень мягкая, самая мягкая черемша. Вот, смотрите, с красным, если попадется. В Кемеровской области ее тоже много. Вот Красноярский край у нас. А тут у меня мало, потому что, я говорю, я уже собирал. Вот черемша. Вот смотрите, иногда может такая попасться. Вообще на ландыш похоже, да? Широкая. Это тот же самый вид, просто он сейчас, она принесет семена. Вот так вот выглядит ее. Как ее назвать, бульбочки, не знаю, как ее назвать. Семенами. Даст семена. Сейчас вначале она, конечно, зацветет, как обычно. И потом даст семена. Семена такие, как сердечки. Ну, потом, я думаю, если будет возможность, сниму как-нибудь, да? Если случайно, да, кто-то не съест эти семена, как это было в прошлом году. Так что вот. Вот у меня ива растет. Вот здесь озерцо. Ну, котлованчик, вернее. Здесь она очень себя хорошо чувствует. Сейчас покажу земля. Вот смотрите, вот лист убираешь. Видите, сыра, сразу. Сырая земля. Поэтому, если вы собираетесь посадить у себя черемшу на своем участке, то я рекомендую вам посадить ее в сырое место, где у вас тень или полутень. Например, где-нибудь по деревьями или за домом. Также советую посмотреть и другие видео с моего канала. У меня много есть видео про разные травы. Про ту же черемшу есть несколько рецептов у меня. Как ее, например, заготовить на зиму. И потом делать что-то из нее вкусненькое. Как сделать соус из черемши. Вот те же пирожки из черемши. Кстати, пирожки это мой собственный рецепт. Надеюсь, вам понравится. Если у вас она растет. Ну и также и много другие есть травы. Видео посвящено тому же борчевику, иван-чаю и так далее. Так что подписывайтесь, смотрите мои видео. Но вам желаю всего самого хорошего. До скорой встречи.